И я увидел 10 танков, стоящих в здании СФ. Ну, я подошел к этим танкам, оттуда по поясу так вылез майор. Я с ним разговаривался, и я ему сказал, я пришел от Ельцина. Если вы перейдете на сторону народа, вы будете завтра генералом. Говорю, ловите момент, майор. Такое бывает раз в миллион лет. Вы согласны? Он кивает, я согласен. Я с ним договорился, три танка подогнать в КГБ на Лубянку и стрелять по КГБ. И с танкистами я говорил, и с ним. Говорю, вы можете попасть в окно? Он говорит, да мы в форточку попадем. Я говорю, всю эту гниль надо сейчас отстрелять, уничтожить. И здание это уничтожить, чертовой матери, чтобы они... Сделаем. Прибежали московские демократы. Причем, как-то по телеку ляпнуло это Новодворска. Говорит, вот если бы Банкин тогда расстрелял КГБ, откуда-то она узнала с собакой. То, говорит, мы бы жили в другой стране. Ну и что, не дали мне? Ты что, хочешь гражданской войны? Да уже победа. Демократия победила. Они все в прострации. Все, КГБшники сдались. Зачем по ним стрелять? Вот я когда сейчас в Москву приезжаю, они там, знаете, вот так само разговаривают и так отменяют. Я говорю, ну что? Засратые демократы московские. Вот так, ребята. Получили вы. Мы в другой стране жили. Вот так. Кстати, по поводу майора. Ну я же ему генерала пообещал. Я Ельцину говорю. Борис Николаевич, надо генерала дать. Он там хохотал. Говорит, да ты что, как же мы ему дадим генерала? Перепрыгнул столько званий. Я говорю, он спас страну. Ну куда бы этот... Альфа поперлась бы 10 танков. Как Шрапнылюб шваркнули бы, так не осталось бы этой Альфы потрохов даже. Он говорит, нет, Витольф, надо что-то другое придумать. Ну и что придумали? Значит, они ему дали полковника. Квартиру в Москве он ушел из армии. Вот все.